Итоги уходящего вторника подводят наши корреспонденты и я, Ольга Васенда. Смотрите сейчас. Квалифицированная помощь. В четверг по всей стране пройдут правовые профсоюзные приемы. Это сегодня очень актуально и востребовано. Куда обращаться. Зима среди весны. Снег в марте обескуражил белорусов. В стране объявлен оранжевый уровень опасности. Госавтоинспекция рекомендует водителям быть предельно внимательными и осторожными. Как не уйти в занос. Умницы и умники. В городе стартовал заключительный этап Республиканской олимпиады по русскому языку и литературе. Я думаю, что участники от Бобруйска покажут хорошие результаты. Кому покориться великий и могучий. А также весенние каникулы, зерновое лицензирование и пора платить по счетам. В стране истекает срок подачи декларации о доходах. Когда дедлайн? Стратегическое партнерство. Глава государства встретился с министром иностранных дел и международной торговли Зимбабве. В центре внимания широкий круг вопросов. От экономики и здравоохранения до образования и культуры. Речь шла о договоренностях, которые были достигнуты на высшем уровне во время визита нашего президента в африканское государство. Сегодня страны стремятся вывести двусторонние отношения на качественно новый уровень и строго следовать намеченным планам. Что касается торгово-экономических отношений, дорога известна, пути известны. Мы готовы с вами не просто обмениваться товарами, мы готовы создавать совместное предприятие у вас, мы готовы принять ваши инвестиции в Беларуси, если это вас будет интересовать. И на вполне цивилизованной высокой основе выстраивать это сотрудничество в сфере экономики. Все договоренности, которых мы достигли во время моего визита в вашу страну, будут неукоснительно соблюдаться. Фредерик Шава отметил, Зимбабве многого достигла в продовольственной безопасности благодаря Беларуси. Мы помогаем ее обеспечить, механизируя фермерские хозяйства. В ближайшие несколько лет запланированы поставки техники на сумму свыше 66 миллионов долларов. Непогода нынче в моде. В страну вернулась зима. На дорогах коллапс, белорусы в шоке. После недели по-настоящему весенней погоды в Беларусь начали поступать полярные массы из Европы. Они принесли проливные дожди и обильные снегопады. Температура опустилась до минусовых значений. Порывы ветра достигли 20 метров в секунду. На отдельных участках дорог гололедица. В среду ситуация существенно не изменится. Объявлен оранжевый уровень опасности. В четверг подморозит, но еще до минус 7. Не обойдется и без осадков. В непогоду во время гололедицы нужно снижать скорость до минимума. Чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить дорожно-транспортное происшествие. Если вы уже ездите на летней резине, то мы рекомендуем отказаться от поездок на дальнее расстояние. Госавтоинспекция рекомендует водителям быть предельно внимательными и осторожными. МЧС призывает парковать машины подальше от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Убрать с балконов и со дворов хозяйственные вещи. Также необходимо избегать сооружений повышенного риска. Эстакад, мостов, трубопроводов, промышленных объектов, линий электропередач. И обязательно рассказать детям о правилах поведения в непогоду. Новый логотип, предъявите паспорт и большой уикенд. В Беларуси утвержден график выходных на второй весенний месяц. Сколько нерабочих дней в запасе. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Свыше 22 тысяч документов о доходах за минувший год уже предоставили белорусы. Общая сумма – более 95 миллионов рублей. Срок подачи декларации, напомним, истекает 31 марта. Поторопиться стоит тем, кто за последние пять лет продал более одного дома или авто. Внести платежи необходимо до 1 июня. В Беларуси вводится временное лицензирование на вывоз за пределы страны пшеницы, ржи, ячменя, овса, кукурузы, гречихи, проса и прочих злаков. Постановление будет актуально 6 месяцев. Решение не распространяется для продукции, которую реализуют в государствах членов ЕС или для оказания гуманитарной международной помощи. С 1 апреля Беларусьбанк изменит порядок приема наличных средств для пополнения счета. Вносить деньги в кассу при сумме от 50 рублей можно будет только при предъявлении паспорта. Более подробную информацию можно получить на сайте банка или по телефону 147. ДОП «Выходные» в Минтруда рассказали, как белорусы будут заняты в апреле. 25 числа Радоница – официальный выходной. Рабочий день с понедельника 24-го переносится на субботу 29-го. Так получатся небольшие весенние каникулы. В соответствии с производственным календарем в этом месяце при шестидневной неделе будет 24 трудодня, в том числе один предпраздничный. Международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске представил новый логотип. Насыщенный цвет василька – символ музыкального лета. Волна многообразия творческих форм и жанров. Это сила, мощь, величие, смелость, которые образуют целое море свежих идей. Сам форум, напомним, пройдет с 12 по 17 июля. Билеты уже в продаже. Транспортные артерии. В Бобровске продолжается ремонт дорог. В прошлом году специалисты отремонтировали 465 тысяч квадратных метров. Гагарина, Комсомольская, Пролетарская, Октябрьская, Ковзана, Садовая, Социалистическая, Держинского, Батова, Карла Маркса. Лишь часть плана на 2023-й. Здесь специалисты заменят асфальт. На Урицкого, Минской, Чангарской, Береговой продолжат ремонт тротуаров. Уже ведутся работы по грейдированию грунтовых дорог. Их в городе почти 200 километров. При благоприятных погодных условиях мы производим профилирование проезжей части в частном секторе грунтовых дорог. После зимы, чтобы не было ям. В 2021 году была приобретена техника, два новых грейдера. На сегодняшний день предприятия три грейдера. Они работают согласно графику. Полным ходом ведутся работы по капитальному ремонту. Главные критерии – состояние инженерного оборудования и постройки в целом. Как правило, меняют кровлю, теплосети, канализацию, обновляют фасад, ремонтируют крыльца, благоустраивают двор. За год специалисты планируют освежить 21 дом. От слов к делу. В четверг по всей стране пройдут правовые профсоюзные приемы. Юристы проведут выездные консультации. Особое внимание – своевременной выплате зарплаты и охране труда. Как защищаются права трудящихся и восстанавливается справедливость далее. Выход есть. Ксения Бабкова обратилась в профсоюз впервые. Впечатления исключительно положительные. Благодаря консультации женщина в миг решила наболевший вопрос. После армейской службы ее 20-летний сын должен был отработать полгода механиком в Новополоцке. Семья думала без вариантов. Но решение нашлось. Мой вопрос решился положительно. Ему засчитали отработку как полную. И дали справку о свободном трудоустройстве. Кроме таких услуг, Федерация профсоюзов помогает людям в санаторно-курортном лечении. Такой услугой я когда-то пользовалась. Татьяна Кисляк по роду деятельности обращается в профсоюз постоянно. На этот раз вопрос касается сферы трудовых отношений. В частности, заключение контрактов и подписание дополнительных соглашений с работниками. Заведующая ателье на предприятии Фондок не понаслышке знает, как важно вовремя получить правовую помощь. Это сегодня очень актуально и востребовано. Потому как люди не знают, как выйти иногда из трудной ситуации и в ком найти поддержку. Тех, кого волнуют вопросы охраны труда, смогут получить ответы 30 марта. Выездной прием граждан пройдет в детском санатории «Радуга» с 10 до 12 часов. Такой формат специалисты практикуют еще с 2015-го. Только в позапрошлом году по всей стране обнаружились свыше 48 тысяч нарушений законодательства. Более 90% из них устранены нанимателями по требованию профсоюзов. Дважды в месяц по средам прием граждан проходит на базе Бобруйского городского объединения профсоюзов. Есть возможность непосредственно задать вопрос руководителю предприятия и оперативно решить проблему прямо на месте. Большинство вопросов, которые задают граждане по установившейся статистике, это вопросы выплаты заработной платы, начисления заработной платы, отпускных, больничных листов. Сотрудники предприятий и организаций, которые состоят в профсоюзных комитетах, получают не только правовую, но и материальную помощь в случаях юбилея, свадьбы или утраты близкого человека. Бонусом каждый может взять путевки в санаторий по горячей цене. Скидка доходит до 25%, а иногда и больше. Все зависит от коллективного договора. Кристина Рьянц, Ольга Васенга, Станислав Чичерин, Бобруйск-360. Что делать, что сделать. В Бобруйске стартовал заключительный этап Республиканской олимпиады по русскому языку и литературе. Торжественное открытие прошло во Дворце искусств. Наш город собрал под своим крылом 120 талантливых и целеустремленных ребят со всех уголков страны. Могилевскую область в этом году представили 16 учащихся 9-11 классов. Из них трое бобруйчане. Бобруйск, конечно, большой город, известный своими хорошими достижениями в области образования. Я думаю, что участники от Бобруйска покажут хорошие результаты на этой олимпиаде. Я участвую в олимпиаде Республиканской именно первый раз. Так русским занимаюсь не особо давно, но мне очень нравится, потому что олимпиада позволяет познакомиться с новыми людьми и, в принципе, попробовать себя в чем-то новом, получить какой-то жизненный опыт. В течение пяти дней ребята проверят свои знания по русскому языку и литературе. Школьники напишут отзыв на произведение и выполнят комплексную работу. Заключительный этап Республиканской олимпиады пройдет на базе 34-й школы 31 марта. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова